Друзья, дорогие, привет! Слушайте, я сняла видео, где я читаю гороскоп, и там, оказывается, пропустила знак скорпиона, гороскоп для скорпиона. Исправляю эту ошибку. Мы с вами сейчас на страничке, на обложке журнала Эль, номер 1 январский 2019 года. Так, а как его листать? Придется нам его весь пролистать, но заодно и посмотрим. Обложка такая, да? На шведский флаг похожий, какой-то намек на Швецию. Кстати, здесь смотрите, какой репортаж. «Девушка с золотыми ногами», модель Лорен Вассе, о новых идеалах красоты и просветительской работе. Так, сейчас я переставлю камеру, чтобы быть к вам лицом всегда. Так, смотрите, действительно, это нечто шокирующее и воспитывающее нас. Мы должны привыкнуть к этому и воспитывать в себе толерантность. Мы должны принять это как данность. леопардовый бринт. Сумочки. Это что у нас? Ведитиор. Майкл Корс. Не читала, ничего не читала, честно говоря. Волосатик. Так, это что как минерал называется? Я почему-то решила назвать это волосатиком. Но это, конечно, не так. Каролин Гаспар. Основательница ювелирного бренда Акилес. Вот я по часам, к часам абсолютно равнодушна. И так ничто пока что меня и не приучило к ним. Какой купальник интересный. Ну, это, наверное, не купальник, а белье скорее, да, купаться в таком. В море точно невозможно. Так. Рюкзачок мне нравится. Знаковая змея с украшением Булгари сбросила кожу и предстала в новом обличье в виде ювелирной застежки на рюкзаке Серпенти. Крокодил Лакост. Коллаборации бренда Blue Marine с сицилийским дизайнером капсульная коллекция Виар Инулав Виэв Сарватор Пекион. Не знаю, как читать. Пекион. Настоящий или Пекион. Да, если это. Пекион. 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 Печион. Пекион. Правила чтения итальянского я уже забываю смотрите какой силуэт бывшее здание автобусного парка ресторана вина как много марамоти хранится здание первой фабрики бренда в родном регионе Реджи Эмилия Максмара в общем я хочу сказать что это из 80 84-86 года модель 85 эти рукава это силуэт это длина какие красивые картинки и еще я нахожу я присматриваю макияжи чтобы какой нибудь из них воспроизвести в видео лифтайл тайлер все моложе и моложе хотя если посмотреть на линию подбородка то нет эти линии выдают возраст мизу люкс мизу люкс обувь такая каблучок смотрите тонкий минус 30 минус 30 за окном плюс 30 в спальне ну вот такие инсталляции когда в белье и сверху куртка возможны только там где не понимают что такое холод вот то есть везде кроме нас у нас нынче такая зима и это я говорю каждую зиму практически но джинсы да не классно ну вообще классно я обожаю конечно такие луки в джинсах и как это сказать топлюс джинсы топлюс сейчас у меня пачка лежит старых джинс и я все хочу из них что-нибудь нечто такое сочинить Баста Баста это герой 2018 года смотрите он и в глянец пришел как вы относитесь к Басте ну я без особого честно говоря уважения может быть под влиянием парней из немагии вот но Диана ой я забыла из ночных снайперов Диана забыла Арбенина осветила его неким таким ореолом святости за песню за композицию Сансара ну за Сансару да тоже респект но тогда назовем его тогда для меня он конъюнктурщик или хайпажор но вообще честно говоря я плохо знаю плохо знакома с творчеством может быть если я глубже ближе с ним познакомлюсь мое отношение поменяется вот он гороскоп я не зачитала вам статью предваряющую нет давайте все-таки ближе к телу сначала почитаем обещанный скорпион а как я его пропустила интересно дуга которая пишет в этом году на небосводе Марс покровитель пройдет через всю верхнюю часть вашего гороскопа он торопится изо всех сил пытаясь компенсировать промедление 2018 года вместе с ним будете торопиться и вы демонстрируя все свои способности особенно важен карьерный рост которым вы разумеется вполне способны справиться вы рады возможности вступить в игру но публичность процесса вызывает чувство неловкости вы предпочли бы оставаться в тени пристальное внимание не слишком вас вдохновляет и лишь с октября у вас появится шанс уйти из-под слепящего света софиты в плане отношений год будет необычным и это касается всех коллег друзей любимых вы строите отношения с теми кому доверяете а чтобы почувствовать доверие требуется время однако сейчас в ту часть гороскопа что что отвечает за отношения входит уран символ всего неожиданного смиритесь с тем что старые правила уже не сработают чтобы продвинуться вперед и реализовать потенциал в ближайшем десятилетии необходимо заручиться поддержкой людей чьи таланты способны органично дополнить ваши искать их специально не придется волна перемен сама принесет их к вам на профессиональном поприще первое затмение года в январе станет важной вехой вы либо поймете что достигли абсолютного максимума либо признаете что текущая работа уже неинтересна выход искать что-то новое ну вот вам и скорпион так а теперь вернемся к предварительной статье всем нам это относится общая статья значит не торопитесь расслабьтесь и наслаждайтесь каждой минутой которую принесет 2019 год ой а вчера я еще прочитала да мы вернемся к этому прочитала еще гороскоп я тогда в этом же видео покажу вам наш восточный гороскоп ламский всем нам рано или поздно случается перенервничать например когда посадка самолета проходит не так гладко как хотелось бы сильно порыв бокового ветра или резкое касание шасси удар о полосу и по неволе сердце уходит в пятки разумеется в конечном итоге ничего страшного не случается и приземление проходит удачно но не всегда похоже в грядущем году нас ждет что-то подобное кстати вы боитесь самолете летать я ну иногда накрученная вот как-то я помню летала кстати я вам рассказывала как-то что вы летали из Иркутска и в этот день в Иркутске в 9 утра по московскому времени произошла авария вот эта самая та знаменитая мощная авария где самолет упал взлетев кажется упал на взлетную полосу прокатился по взлетной полосе врезался в гаражи и храбрые бортпроводницы занимались эвакуацией людей в общем короче вели себя правильно согласно протоколу вот так вот я считаю ну бывает что вот так накрученное накрученное испытываю страх но потом вот так вот немножко устав от этого страха я в конце концов принимаю решение что это иррационально сидеть и трястись явно по статистике мы упасть не должны конечно есть такая вероятность но она крайне мала и большинство больше смертей происходит в автомобильных аварий гораздо больше на порядок вышины мы же в автомобиле в автомобилях ездить не боимся и еще не попали в аварию ни в одну с трагическими исходами вот то есть на самолете эта вероятность еще ниже прямо в разы в десятки разов в десятки раз так продолжаем разумеется в конечном итоге ничего страшного не случается приземление проходит удачно похоже в грядущем году нас ждет что-то подобное лейтмотив 2019 сближение Сатурна и Плутона с каждым месяцем они неуклонно сокращают разделяющие их расстояния в точности как приближающиеся к аэропорту самолет и словно делая пробный заход на посадку Сатурн в начале приближается затем уходит на второй круг чтобы попробовать приземлиться снова но довольно аналоги речь идет о значимых планетах серьезных фигурах разыгрывающегося на небесах действия предвестников важнейших событий не мудрено что подобные эскапады могут выбить нас из колеи к счастью в конце концов все разрешается самым лучшим образом заметим что в реальности наша пара планет сойдется вместе лишь в первые дни 2020 но их неумолимое сближение мы будем ощущать на протяжении всего 2019 года все подобные союзы между планетами отмечают конец одного зодиакального цикла и начало следующего цикл в котором участвуют Сатурн и Плутон один из самых длинных что продолжается в среднем около 35 лет и с каждым его витком взгляд на наш мир его характер меняется нынешний цикл пришел с началом 1980-х вобрал в себя 80-е, 90-е и весь 21-й век по сегодняшний день предыдущий соответственно охватил 50-е, 60-е, 70-е а следующий длится до начала 2050-х годов с приходом последнего года текущего цикла ощущение конца завершения целого ряда вещей эпохи неотвратимо нас ожидает начало нового периода но время его пока что не пришло все сказанное выше отнюдь не означает что 2019-й будет годом мрачным напротив словно последние дни праздников отдыха отпуска которые часто выдаются самыми яркими и запоминающимися 2019-й даст нам сразу несколько поводов не унывать и не падать духом спасибо разумеется самая очевидная его черта влияние Юпитера планеты роста и оптимизма всегда приходящие на помощь в трудные времена а ярче всего мощь проявляется в стрельце именно там где он находится весь год вплоть до начала декабря так что мы смело можем на него рассчитывать трижды в течение 2019-го Юпитер вступит во взаимодействие с Нептуном поднимая всеобщее настроение и вдохновляя нас хотя каждый раз ему на пятки наступает сатур слегка корректируя присущий Нептуну безудержный оптимизм и позволяя не слишком отрываться от реальности все выглядит так как будто Юпитер выходит выводит двигатели на максимум в попытке набрать высоту и не войти в преждевременной эпике а сатурн будучи опытным штурманом вносит поправки в его действия как бы то ни было на пару этим планетам удается поддерживать оптимальный баланс а стабильная траектория как известно залог успешной посадки тем кто сумел воспользоваться энергией Юпитера и мудростью Нептуна в 2019 год готов предложить многое достаточно соблюдать равновесие прислушиваться к взвешенным советам Сатурна и все сложится как нельзя лучше считайте наступающий год праздничным фестивалем где на утро и день запланированы самые разные развлечения а вечер увенчают грандиозный бал расслабьтесь не торопитесь и не пытайте выложиться полностью раньше времени но наслаждайтесь каждой минутой праздника и если у вас в запасе есть что-то предберегаемое на особый случай пусть этим случаем станет вступающий в свои права год ведь в 2020 нас ждет начало новой эпохи и все будет складываться совсем иначе вот эти обещания что через два года будет совершенно иная эпоха они в этом гороскопе всегда напоминаю если вы не видели моих гороскопов моих обзоров журнала это автор этих гороскопов Бернард Фитцуолтер язык заплетается ну так вот у нас уже год желтоватой свиньи наступил и я давайте вас познакомлю с гороскопом восточным гороскопом по версии буддийской санхи называется Зурхай можно его найти вот по этому ключевому слову Зурхай и здесь дается ежедневный гороскоп там конечно изложение такое бывает иногда не совсем для обывателя понятное я честно я признаться тоже не очень вникаю но мы смотрим в основном я заглядываю Зурхай когда намерена стричься или что-то ну какие-то дела делать здесь данный ну дан прогноз то есть благоприятно это занятие или нет день черноватой курицы пишет этот гороскоп это сегодняшний вторник 5 февраля один белый манг не знаю что это такое стихия земли тоже не понимаю благоприятный день для посадки деревьев деревьев и рытья колодца отправление в дорогу да кстати когда отправляетесь в дорогу тоже этот гороскоп мы смотрим изготовление лекарства торговли отказа от клятвы не рекомендуется стричь волосы учить ребенка ходить приводить невесту в дом и играть свадьбу танцевать и праздновать в общем вот когда вы например идете в какие-то учреждения хотите успешно ну смотрите ну есть у вас некий страх а получится не получится будет успешно не будет успешно выдавать заявление на что-либо вот хорошо ориентироваться чтобы вам получить такой пинок или получить оправдание вашему страху посмотреть такой гороскоп обязательно конечно же мы смотрим когда назначаем дату свадьбы дату свадовства так что еще вот это что касается Зурхары есть по-другому изложено так это в общем Оригус это наша телекомпания есть еще от информполиса ну чем информполис подводит тем что он опаздывает то есть вот с 30 января по 5 февраля вы здесь увидите сегодняшний со вторника по вторник он дает что-то очень лаконично хорош для начала добродетеля подавление порчи отправление в дорогу нежелательно закладывать фундамент дома созывать совещание подавать прошение стрижка волос жизнь станет короче вот такие стрижка волос выносится отдельно и почему встреча с врагом душа заблудится к ссоре и борьбе к умиротворению была 1 февраля я перепутала день по-моему я должна была к спокойствию к ухудшению зрения кажется я перепутала день и подстриглась не в тот день именно руководству из гороскопа я побежала в парикмахерскую и подстриглась ну особо я не полагаюсь на это просто ну мне не приспичивает стричься прямо сегодня я могу и отложить и гороскоп в этом мне помогает определить день когда я пойду стричься а так день вылета например вот хорош для отправления в дорогу он бывает вот здесь же в информполисе он бывает чуть подробнее здесь что-то через чужо конечно в общем вот так вот вот такое вам руководство да и еще у меня оперативки здесь не хватает он медленно грузится вот пойдем в подписки какой канал я даже вам не припомню зрухай бывает и в видео формате на наших каналах бурятского телевидения ну вот например телерадиокомпания Бурятия это Россия нет что ли ой ой товарищ 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 а что у меня разве не в подписках ага вот они здесь в связи с тем что у нас наступил сегодня у нас новый год специальный выпуск телекомпания АТВ сделала такой зурхай подробный на весь год и вот смотрите какой грозный прогноз здесь совсем немного полторы минуты а может быть не звук выключить мне этот год не очень таки приятнее то есть могут увеличиваться ссоры между супругами какие-то на работу неприятности вообще в жизни поэтому им рекомендую так товарищи я за это видео получу страйк у меня страйк уже один есть и второй наложится без перерыва поэтому это придется вырезать так ну вот общий вы посмотрите в общем смотрите телекомпания АТВ и видео от 4 февраля посмотрите для своих готов я ссылку на какой-нибудь одну из них оставлю чтобы вам не искать эту телекомпанию вот ну в общем таким вот образом так ну что мы будем досматривать журнал я не знаю ну давайте быстренько долистаем заодно муж придется из этого видео сделать два видео мода что-то я вообще ничего не улавливаю что здесь ничего такого чтобы завладела вниманием на что за что глаз зацепился макияж с обложки а что в нем такого он типичный нюдовый с нашей январской обложке помню совета диор чересчур нюдовый трудновоспроизводимый вместе с тем нужно иметь хорошую кожу хотя может быть я и не права господи господи Причем сказали, не обязательно зеленое, можно и обычную гречку. Гречку и грецкие орехи перемалывают. Потом такой безглютеновый тортик морковный. Ну, вам, может быть, и попадется, это компания реклама от Мулинец. Обожаю вот эту рубрику, как она называется. А, это Иль Костяха, я думала, Иль Кухня, о чем здесь? Не знаю, вообще ничего полезного. Я уже не нахожу. Меня что-то раздражает этот журнал. Какой-то он стал менее содержательный. Я так подозреваю, это невозрастное. Кстати, в каждом месяце здесь есть гороскоп, который я тоже с удовольствием смотрю. Ну, вот так вот. Заодно полистали журнал. Я не знаю, буду ли я делить это видео, отделять журнал от гороскопов. В общем, я надеюсь, что информация была полезной. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего Нового Года, отличных благоприятных гороскопов. Приношу извинения за то, что пропустила скорпиона. Перед всеми скорпионами, извиняюсь. Я пошла к родителям поздравлять их и встречаться с родственниками. Всех целую. Всем пока.